Футбольные игры проходили очень динамично все три дня. В последний день играли четыре команды, которые разыгрывали призовые места. Юные футболисты выкладывались по полной, на поле и трибунах кипели страсти. За своих воспитанников больше всех переживали педагоги и тренеры, которые учили ребят играть. Весь наш детский сад очень сильно переживал и болел за эту игру. И вот эти все три дня, мы когда видели, что эти дети с таким стремлением, с таким желанием играли просто победить, это очень дорого стоит. Очень хочется, чтобы вот такие мероприятия были в нашем городе традиционные. Тогда они доставляют спортивный праздник, радость и детям, и нашим зрителям, родителям. Это просто очень хорошо, очень здорово. В результате напряженной, захватывающей борьбы был определен победитель. Команда детского сада «Ласточка» одержала победу. Ощущение восторг, правда, ребят? Да! Восторг, мы счастливы, тренировались, да, ходили сюда на фок на занятия. Да, мы лучше тренировались в своем спортзале в детском саду. В общем, мы рады, что мы победили. Ура! Да! Да! Церемония закрытия чемпионата проходила торжественно. Юных футболистов приветствовали почетные гости. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и начальник отдела управления информацией Смоленской АЭС Роман Петров. Этот чемпионат стал того, чтобы тормозить, чтобы вы занимались физиальной альтернативной культурой и спортом области. Важно, что в нашем городе есть, по-другому, мы имеем в виду новых компаний и успехов. Все команды-участники чемпионата школы «Русатом» были отмечены медалями и грамотами за участие. А команды, занявшие призовые места, получили еще и памятные сувениры от Смоленской атомной станции. Путевку на зональный этап чемпионата получила команда детского сада «Ласточка». «Мы очень рады, что мы победили. Мы будем еще играть в футбол». Зональный этап соревнования пройдет в апреле в городе Нововоронеж. А мы желаем нашим юным футболистам достойно представить город и выйти на финал чемпионата.